Приветствую вас, Наталья. Вот, я думаю, честно говоря, что это очень здорово, что вы решили поработать с психологом, найти, ну, пойти на эту профессию, это очень хорошо, это очень интересно, очень здорово, вот. И то, чтобы хотите разбираться в этой области, это тоже замечательно. Вот, значит, что я увидел, да, что я увидел в вашем тексте. Ну, во-первых, я увидел то, что вы противоречите в некоторой степени сами себя, да. То есть, с одной стороны, вы говорите, что у меня увлечение, вот, то есть, такое серьезное, сильное увлечение, насчет, ну, вот, этой профессии. То есть, я хочу этим заниматься, мне это интересно, мне это нравится, вот, не ради моды, не ради чего-то, вот. И, с другой стороны, вы спрашиваете, а смогу ли я построить успешную карьеру. Ну, то есть, здесь либо вы неправильно понимаете разницу между увлечением и карьерой, то есть, что такое увлечение, да, и что такое карьера. Либо вы для себя решили четко разграничивать эти понятия. Но другой, но других объяснений, других объяснений, а у меня, если честно, не наблюдаются. То есть, вы определитесь, вы либо это делаете просто потому, что вам это нравится и хотите это осваивать, но карьера вас не интересует. Или вы хотите заниматься этим ради карьеры, но тогда придется следовать моде и всему остальному. То есть, согласитесь, некая такая вот двоякая ситуация получается. Ну, мне так, по крайней мере, это видится, вот. Дальше. Я думаю, что если вам это интересно, если у вас живой творческий и креативный ум, если вы их хорошо умеете чувствовать, да, вот. Вот. Если вам нравится работать с людьми, допустим, то у вас все получится. У вас все получится. И правильно сказал мой коллега, что дело здесь не в возрасте. Дело в том, как вы к этому подходите, ну вот, в своей профессии. Как вы собираетесь организовывать свою, ну, деятельность, деятельность, да. Вот. И психологом можно стать, в принципе, и в сорок лет, и в пятьдесят. А на Рападе так вообще, если психологу меньше тридцати, по-моему, пяти лет, то он не может, он не может, а, значит, а, ну, понимаете, о чем, о чем, о чем идет речь. Да, он не может занимать эту должность. Вот. Так что образ, в данном случае, вам, а, только лишь, а, значит, а, идет на пол, на пол. Ну, по крайней мере, в психологии, именно, именно, в психологии. Вот. Так что, здесь все в порядке. Вопрос в том, на это все, все же, все-таки, именно, вот, для чего. То есть, вы пишите, что это, что я иду туда, будучи взрослый, осознанно, с увлечением, абсолютно никак не связанно, с модой и так далее, что вы понимаете, под модой. Вот. И тут же вы пишите, прямо, успешную карьеру. Ну, не занимаются психологией ради карьеры. Понимаете? То есть, если, ну, если хотят, именно, людям помогать. Вот. Не занимаются, не занимаются психологией ради карьеры, именно. То есть, если вы, эээ, вот, то, что вы пишите, правда, да, вот, о себе, что, вопрос про карьеру вообще не уместен. Какая-то карьера у вас будет. Какая-то карьера у вас будет. Я не знаю, будете ли вы частным, эээ, психологом, да, будете ли вы психологом, там, в какой-то организации. Вот. Ну, карьера у вас будет. Успешность карьеры очень, эээ, субъективная нам, на мой взгляд, ээээ, понятия, потому что, кто-то считает, что, кто-то считает успешной карьерой одну карьеру, кто-то считает успешной карьерой другую карьеру. То есть, эээ, здесь, эээ, все зависит именно от ценностей. Вот. Здесь, эээ, все напрямую зависит от ваших ценностей, чтобы вкладывать в понятие успеха. Так. Если успех для вас важен, то, может быть, имеет смысл подумать о том, эээ, вот, все-таки, соответствует ли эээ, психология этому. Ну, то есть, соответственно, соответствует ли эээ, психология, допустим, эээ, вашему пониманию об успехе. Потому что, эээ, ну, такое может быть, что психология не даст вам того успеха, эээ, того именно успеха, да? Вот. Которого вы хотели бы для себя. То есть, это по большому счету, эээ, по большому счету это вопрос, эээ, целей. Понимаете? Это вопрос целей, по большому счету. И ваш вопрос, это вы не четкости целей. Вот, собственно, почему, ну, чем вызван вопрос, да? Не четкости целей. Вроде бы и хочу. Вроде бы увлекает. Вроде бы нравится. Вроде бы интересно. Вроде бы и делать что-то готово, да? Потому что, ну, сил много. Ну, а цель, цель-то какая? Понимаете? Вот это и важно. Это важно. Понимаете? Определитесь с этим, и я думаю, что все будет у вас. Ну, и, соответственно, спрашивать у психологов про шанс, ну, мне кажется, это странным несколько. Вот. Потому что, психолог не занимается, ну, предсказаниями, да, и оценками с шансом. Психолог анализирует информацию. Вот. Исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы написали, я думаю, что шансы у вас небольшие. Пока. Вот. Почему? Почему я так считаю? Потому что у вас нет четкости в позиции. Вот. Противоречия в позиции. Вот. Там, где есть противоречия в позиции, там всегда шансы очень занижен. К сожалению. Вот. У вас хороший потенциал. Вот потенциал у вас, на мой взгляд, потенциал у вас отличный. Вот. Вот. Ну, потому что образование МГУ, да, чувствуется, что вы такой открытый человек. Вот. Возможно, вы, ну, возможно, 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 вы, значит, хорошо импортируете людям. Вот. То есть, тут все, я думаю, в порядке. Потенциал хороший. А вот шансы пока невелики. Определитесь четко, либо вы будете, значит, строить карьеру, либо вы будете заниматься тем, что вам интересно, просто без оглядки на карьеру. И все у вас будет в порядке тогда. Да. И шансы, тогда у вас именно шансы, там сразу больше. Сильно и много больше. Вот. А пока так. Извините, если расстроил, ну, лучше, лучше вам, мне кажется, сказать правду. Если подобная непоследовательность у вас проявляется во всем, да, то есть, если это не единичный случай, а такой вот непоследовательности или противоречивости. Что психологам вам быть тоже будет сложно. Потому что логические цепочки, да, последовательность, непротиворечивость в своих суждениях, она очень важна. Вы можете сказать, что нет, никакого противоречия нет и что я вообще не так понял вас. Может быть, я с вами не спорю, может быть, я понял не так. Я не отрицаю. Но подумайте вот о чем. Если правильно не понял я, значит, правильно могли не понять и другие люди. Если вы написали это так, что я не понял, да, вот, что это у себя проблема. Потому что в психологии двусмысленность там, где она не должна быть очень вредна. Поэтому если говорить непосредственно о рекомендации вам, то я бы вот поработал с логикой. С логикой и, значит, с последовательностью мыслей ваших. То есть, чтобы ваши мысли, они, ну, последовательно выражались. Чтобы в них не было двойного смысла. Чтобы их можно было понять четко и ясно. Потому что клиент, который к вам придет, он будет тревожным, он будет себя накручивать. Вот. И если вы дадите ему вот эту самую двусмысленность, вот, то ситуация может очень сильно усложниться, а вы клиенту можете навредить. С другой стороны, если вы хотите быть ученым психологом, то есть не практик, да, ученый, а именно, именно, не практик психолог, а именно ученый психолог. То в таком случае, все в порядке, занимайтесь вот этой вот, ну, наукой тогда и исследуйте новые методики. Будьте, будьте, будьте исследователем. Это тоже очень, очень интересная профессия. Понимаете? То есть вы не сказали, что вас интересует и каким именно психологом вы будете ходить. Понимаете? А ведь это тоже очень, очень такой важный момент на самом деле для вас. Понимаете? И я так полагаю, что вы не сказали это не случайно. Вот, я думаю, что вы так вот склонны оставлять такие вот, ну, недоговорочки. Это неплохо, когда, когда вы взаимодействуете, скажем, со своими друзьями, там, с мужчинами и так далее. Но это не хорошо, если вы общаетесь вообще с клиентами. Далее. Для психолога очень важно определённое благополучие. То есть, важно, чтобы у вас была семья, чтобы у вас был партнёр. Ну, то есть, либо семья, либо партнёр постоянный, к которому у вас были бы регулярные хорошие отношения, да, то есть постоянные отношения. Дабы вы не совершали переносов на клиентов. Вот. И нужен супервизор. То есть человек, который вас направлял бы. Вот. Ну, периодически хотя бы. Направлял бы вас. То есть, периодически помогал вам разбирать ваши проблемы, допустим, связанные. с клиентами, например. Например. Или с внутренними ощущениями в результате работы с клиентами. Вот. Соответственно, если у вас есть какие-то проблемы в семье. Вот. или проблемы с партнёром постоянным, то я рекомендую вам на это обратить внимание. Либо ситуацию разобрать, вот, и рассмотреть, чтобы вам помогли, например. Или задать психологам становиться вам ещё раз. По крайней мере, психологам-практикам становиться рад. Вот. Как видите, вы указали достаточно много, вы указали достаточно много неточных моментов, которые есть. И, к сожалению, к сожалению, вот эти неточные моменты, которые вы указали, они оставляют для вас поле. Они оставляют вам поле для, ну, манёвра. То есть, чтобы с кем-то поспорить. Чтобы кого-то оспорить. И так далее. Вот. И, скажем так, забегая чуть вперёд, да, и предупреждая возможный спор. Ибо мне, в общем-то, спорить не хотелось бы. Вот. Я просто хочу вам напомнить, дать понять, как угодно это называйте. Ну, вот. Что мне, как и, я уверен, всем коллегам. Вот. В принципе, всё равно. Да, то есть, мы рады. Будем вам помочь, да. То есть, я уверен, что вы, если вы будете работать, то вы выберите для себя, ну, супервизора. Такого вот прям максимально подходящего вам. Да. Вот. Мы вам помочь. Но мы не спорить пришли сюда. Да, мы пришли сюда вам помочь опять же. Прям, Паш, пожалуйста, обратите на это внимание. Очень вас спрошу. Это именно желание вам помочь. Это не желание вас как-то отговорить от того, чтобы вы не занимались этой профессией. Вот. Понятно? Ну, это всё. Я желаю вам удачи. Я желаю вам удачи в достижении ваших целей, какими бы они ни были, эти цели. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Удачи вам. Удачи. Удачи. Продолжение следует...